Девушки отдыхают Мы старались привести лучшие шедевры на сегодняшний день. Мы привезли и старые традиционные техники и работы, и современные. То есть вы здесь столкнетесь и с современным искусством, самым новейшим, и с традиционным, которым века. Здесь поистине то, чем может гордиться наша Россия, то, чем может гордиться мировая культура. Мы находимся в сердце Казани, в историческом месте. Невероятные ощущения от казанского земля. Очень красиво чувствуется история. Духом старинный пропиток. Казанская крема является духовным центром России. Восхитительное ощущение, что проходит на этой площадке такое восхитительное событие. Мы очень благодарны Казани за то, что она на сегодняшний день стала культурной столицей России. Из Москвы переместилась эта высота в Казань. Мы очень благодарны организаторам Министерства культуры Татарстана, галерии Казене. Я думаю, когда у нас существуют такие художники, то мир России будет процветать. И я желаю всем, кто приехал к нам в Казань с художником, доброго здоровья, всем счастья и творческих удач. Спасибо. Я счастлива быть в Казани, это становится доброй традицией. Благодаря союзу художников и декоративно-прикладному искусству, членам которого я избавлюсь. Томатический союз художник декоративно-прикладного искусства дает возможность участникам продвигаться и популяризировать ее работу, свои идеи. Этот союз, он объединяет всех художников и декоративно-прикладного искусства, объединяет, как бы, это большая честь находиться в этом союзе и представлять в своем лице, находясь в этом творческом союзе, свои изделия, свои работы. Это классное объединение, которое объединяет различных художников индивидуально. Как сказать, в обществе они заражают людей, дарят дамку, несут тепло, отражение в их работах, отражается их душа, их мысли, их идеи, их замыслы. Наш творческий союз художников декоративно-прикладного искусства – это союз единомышленников, который несет в себе большую пользу для духовного развития общества, для человека, для того, чтобы проявлялись лучшие качества художников. Несомнение, это очень важный компонент нашего культурного слоя, нашей образованности, компетентности. Без творческого союза художников ДТИ было бы намного сложнее художникам развиваться и выставляться. Вы нельзя представить, что бы его не было. Это, естественно, нужно и для России, и для нас. Он просто необходим. Вообще, каждый художник, ему нужны выставки и нужно общение со своим зрителем. Культурский союз художников декоративно-прикладного искусства проводит очень большую работу. Здесь идет обмен мнениями, знаниями, обмен какими-то новшествами в технологии изготовленных. Наши много работ изделий декоративно-прикладного искусства, они имеют уникальную технологическую основу. Это поддержка молодых акторов, устоявшихся, именитых. Это союз, который позволяет развиваться, учиться друг у друга. Дает всем своим членам союза прекрасную возможность расширять свои связи и участвовать в великолепных выставках такого уровня. Дает нам развитие, все, что необходимо нам дает, ничего не говорится. Это, по сути, локомотив, который позволяет двигать нас вперед. Очень интересное получение и встречи, и товарищи. Несомненно, это для художников определенный опыт, определенное новое видение своих работ и, конечно же, обратная связь посетителей этих выставок. Его выставки, естественно, нам нужны, они зря проходят. Это видно по посещаемости. Поэтому очень приятно. Столько лет уже в Союзе и, собственно, также в Союзе мы приехали на очередную выставку в Казахстане. Мы вообще в восторге. Очень красивая выставка. Просто релесть. Такая красота. И подаетесь. Нет, выразить чувства свои. Вот это выставка. Нам хочется действительно не говорить, а смотреть, рассматривать, вникать вообще во все то, что мы сегодня здесь увидели. И это, конечно, могли создать только очень талантливые, очень позитивно мыслящие, смотрящие в перспективу и в глубь истории художники. Академия Андреяки. Евгения Лебедева, для работы стекла мы вам тоже привезли. Я люблю картины из стекла. Работаю в технике фьюзинг. Фьюзинг – подспекание краски, роспись, различные материалы спекания. И привезла работы во всех ныне существующих техниках. От Тиффани и до фьюзинга. Привезла работу в осеньке. Я еще очень люблю морскую тему. Это различные рыбки, кораллы. И как продолжение работы стекла мы привезли лучшего мастера, единственного в этом стиле, Арло, была я. Он занимается перебировкой по стеклу, золотом, серебром и перламутром. Если вы эти работы будете под разным углом смотреть, они разного цвета переливаются. Да, и знаменитый павлик, он меняется от зеленого к красным. Под разным углом по стеклу. Здесь представлен автор Андрей Коробейников. Один из двух человек у нас мастеров. Я представляю стенд фантазии из кожи. Где представлены мои работы из кожи, исключительно из натуральной кожи, в технике ассабляш. В том числе представлены новые работы специальные для выставки в Казани. Да, это все из кожи, и до Парижа она не доехала, потому что первая работа тут, мы ее приобрели поклонники. И я попросил в Казани сделать еще лучше. Ой, какая сказка. Просто сказка. Искусство. Потрясающе. Очень красиво. В этом году я привезла на выставку в Казань уникальную работу, которую сделала совместно с художником, членом Творческого союза, художником декоративно-прикладового искусства Андреем Измайловым. Он большой мастер работы с деревом, и мы соединили один из моих эскизов, который я собиралась выполнить полностью в камне. То есть теперь он у нас воплощен в камень, мы соединили с деревом. Это сочетание, скажем, культурных и природных кодов. Мы соединили здесь природу камня и дерево ясен вяз с кодами тех мифических животных, которые у нас изображались на древних стягах, сказках. И, соответственно, здесь слеза перерождения говорит о том, что даже у мифических историй есть момент возрождения, момент их нового переосмысления. И также я привезла работы ювелирные свои, то есть это носимые скульптуры ювелирные, где я стараюсь по максимуму показать красоту природных камней, кристаллов. И дать возможность человеку ощутить силу природы и соединить ее с теми смыслами, которые важны для его развития. Приведу мы здесь живопись в восточном колорите, да, и флорентийскую мозаику, очень мелкую, начиная от циферблатов, часов и подвесок. Вот смотрите, великолепные мандаринки, просто шикарные, вот, наборы. Привезли мы и мусульманский храм, главный храм, который находится у нас на следующий день на проспекте Мира Мусульман города Москвы, тоже вот решили показать. Работа, которую мы представляем на этой выставке, это уникальная работа, ручной художественной труд наших студентов, созданная под руководством, конечно же, преподавательского коллектива. Здесь представляют Федоскинский институт на миниативной живописи, Богородский институт художественной резьбы по дереву и наш московский филиал. А все это, конечно же, Высшая школа народов и искусств, единственный такой, единственный и уникальный вуз в нашей России, который обучает студентов более 20 видов традиционных художественных промыслов. Уникальность этих работ в том, что выполняют молодежь. Молодежь 20-25 лет. И все это, вот, что бы мы смотрели, это все создано их руками, руками нашей молодежи. За молодежью будущей. Мы представляем башкирский художественные промыслы Агиды, Республики Башкортостан. Уже более полувека мы продвигаем народные промыслы. И мы привезли в Казань работы по всем нашим направлениям. Работы по лаковой миниатюрной живописи, шкатурке, наборы из дерева, которые расписаны вручную. Также мы привезли работы наших ведущих художников. На тему родного края, на тему Урал-Батыра. Работы, картины, которые написаны на тему башкирской лошади. Я художник по дереву, дизайнер. Творческое начало пришло ко мне уже в достаточно зрелом возрасте. И вот занялся работой с деревом. И говорят, что получается, в общем-то, неплохо. На эту выставку я привез несколько работ. В основном они выполнены из ценных пород дерева. Капы, это можжевельник, это скальный дуб. Это различные материалы, которые нелегко обрабатываются. И они выражают именно природное начало, флоры и фауны. И, в общем-то, достаточно философские эти работы, которые несут в себе философское начало. Они называют секцию «Авдерево», потому что, ну, когда не знаешь, что ли художник это творит, то ли дерево. А художник просто крутая маабатор. Значит, заливается специальная жидкость. Ей называется французский коньяк, потому что она очень дорогая, эта жидкость. И вот, когда мы заливаем ее и помещаем в камеру специальную, в вакуум, идет пузырение. Пузырьки выходят, и вот этот полимерный состав, тонированный, уходит во все микроскопические. Получается красота и потом прожарка при температуре 120 градусов. И это уже не просто дерево, это никогда не забивающее. Это новый материал, который как камень, потрогайте руками, как камень. И он дает определенную, определенную такую фактуру и очень интересное состояние. Ну, здесь вот тоже несколько шикарных работ. Обратите внимание, просто потрогайте, надо потрогать все руками. Здесь не только музей, но и самое просто, все и как-то. Здесь представлены работы желописные, прежде всего, в технике масла основная часть работы. И графические, и скульптурные работы. Здесь есть и натюрморты, и пейзажи жанровые. И есть несколько портретных работ. Здесь два заслуженных художника Российской Федерации. Художники, которые сами являются уже педагогами, преподают в институтах, в школах. И дают свои знания. Я привезла кукол четырех наших авторов. Три куклы мои. Маша Щелпунчики. Людмила Марковна-Гурченко из фильма «Табачный капитан». И Рататульчик, у него крысонок в зеленой голове. Прекрасная просто композиция из двух кукол. Ивана Айвазовский и Мария Дальоне. Это первая балерина, ставшая на пуанты. И Айвазовский, который был в нее углублен, но она оказалась выйти за него замуж. Потому что вот этому моменту встречи их в Италии посвящена эта композиция. И прекрасная бабулечка. Макушечка с леденцом. И гукла нашего руководителя Нина Радзиковская, Харфоровая, Анастасия. Я работаю в основном в современном интерьерном стилях. У меня на выставке представлены четыре работы. Все они сделаны в разных жанрах. И эти картины несут положительную энергетику в каждый дом, кто приобретает. Я привез работу «Америка». Это третья работа из серии «Мир в образах». Первая была Африка, потом возникла Азия. И сейчас вот так совпало, что Америка. Но политики здесь никакой абсолютно. Потому что я создал вещи из камня, которые через века должны вести в себе суть. Старался именно работать с рисунком камня как можно больше. То есть вытягивать наружу именно образы, которые спрятал внутри в себе камень. В общем, на работе все эти единственные экземпляры, они неповторимы. Именно из-за того, что камень, рисунок, ну, природный рисунок, его просто невозможно повторить. Поэтому эти работы по-настоящему эксклюзивны. И я привез работы, несколько работ из коллекции. У меня как большие, крупные работы есть. Вот, допустим, ваза, крупная работа ириса с горячими эмалями. Они как раз сделаны в таком традиционном стиле. Сейчас уже стиль Фаберже принятый говорить. Сделан тут аутентичный стиль Фаберже. И плюс у меня еще есть небольшая работа. Сергий Светоразов, Марион. Есть у меня кольцо, то есть на выставке из коллекции «Океан Атлантик». Я использую часто горячие эмали. В своих работах горячие эмали, тех, 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 которые достаточно традиционные, но чрезвычайно спорные. И в исполнении вещи, которые считаются изделиями самым высокого класса, то есть горячие эмали. Я делаю изделия из камня. Привез вазы, изделия, все делаю сам. Материал абсолютно разный со всего мира. И Африка, и Южная Америка, и Бразилия. И, естественно, наши уральские камеры. На этой выставке мы представляем уникальные изделия ручной работы из фарфора. В нашей коллекции не только картины, а также пасхальные яйца, предметы интерьера, такие, как зеркала, тарелки. Конечно же, наши любимые чайные сервизы. На нашем стенде представлено более 150 работ. И все эти работы являются уникальными сами по себе. Так как каждый художник вкладывает не только свой профессионализм и мастерство, но и свое тепло души и сердца. И любовь к своей профессии. Роспись на фарфоре является самым сложным видом искусства в мире. Работы выполняются вручную. Каждый цвет обжигается при определенной температуре. Изделие обжигается в специальных муфельных печах. Сложность заключается в том, что художник-профессионал видит наперед, какой цвет получится после обжига. Обжиг каждого изделия может достигаться до 10 раз. Сейчас наша команда составляет 32 художника. И все они профессионалы высокого уровня. Изделия нашей муфактуры точно останутся на многие века. На выставке у меня представлено 5 работ. Это верхняя работа, самая большая, самая главная. Она более национальная. Называется «Гореля». Гореля – перевод, если из татарского на русский, это семья. Я поддерживаю стилистику татарского народа и тюркского народа. Здесь присутствуют еще две работы мои. Выполнены из нержавеющей стали, латуни, цинка. Работа называется «Спорт». Это диптех. Здесь идет спорт, посвященный университет 2013 года и зимней олимпиаде 2017 года. Здесь идет работа именно стилизации всех видов спорта, которые у нас находятся. И есть стилизованные. Но это авторская техника. Это моя разработанная техника. Такого нет. Я представляю новейшие технологии в использовании. Мои работы в основном – это печать на металле, рельефная печать и покрытие лаком, что как раз дает глянцевость, функциональность и эффектность работы. Я представляю с вечными темами, вечными проблемами актуальными для каждого человека. Если обратить внимание на картину с часами, ее смысл заключается в том, что время не вечно. Не стоит тратить его понапрасну, жить каждым моментом, потому что вдали тоже часы потекали. Здесь у нас два автора. Один у нас «Торишествует животных» великолепно, а это Дмитрий Дим, «Дикая дивизия». Автор группы «Москвич». Он у нас выставлял честь победы различных солдат. Тоже в этом году шли его работу привозили. Это лучший воскресенье на сегодняшний день в России. На средней традиции. Так что у нас Казань сегодня столица России по культуре. Согласно указу президента. Фестиваль «Культурный код» — это явление вообще российского масштаба. Он состоит из нескольких частей. Ярмах и дародных художественных промыслов. Фестиваль «Показы» — это моды и выставки, достижения, декоративных, декоративных, декоративных искусств. Мы открыли «Большую ярмарку». Там свыше ста мастеров, народных художественных промыслов и мастер-классы. И прилетали в порядке 30 регионов. То есть у нас есть такой масштабный проект. Мы на разных площадках с разными форматами вместе работаем. Удивительно. Музыка. 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 Добрый вечер, уважаемые гости и участники второго этно-фэшн фестиваля Это для творчества и декоративно-прикладного искусства, стиль жизни, культурный код. Шайя! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дети наших наполняются нашим культурным футболам. Спасибо всем руководителям, которые поддержали и поддерживают нас. Спасибо организаторам. Спасибо городу Казань и такому дружелюбному, дружелюбному Татарстану. Спасибо всем! Субтитры сделал DimaTorzok 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 И беспечно смеясь, и безмерно любуясь собой Вы искали меня в позапрошлой неведомой жизни Узнавая мой дом в перекрёстках пустых городов Бесконечными днями шли наши годы и вышли Не оставив следов на брусчатке минорных ладов Бесконечными днями шли наши годы и вышли Пообещайте мне любовь Пусть безответную Узнаю в облике любом ее приметы я Пойду покорно наугад, куда поманите И не сверну с пути назад, когда обманите Пообещайте мне любовь хоть на мгновенье Хочу изведать эту боль, как откровенье Я за собой сошку мосты, не зная жалости Я все прощу, но только ты Люби, пожалуйста, люби Пообещайте мне любовь, такую нежную И мир для нас родится вновь Так откровенье Я за собой сожгу мосты, не зная жалости И все прощу, но только ты Люби, пожалуйста, люби Люби, пожалуйста, люби Люби, пожалуйста Пообещайте мне любовь, такую вечную Что будет длиться вновь и вновь До бесконечности Пусть не сорвутся никогда Слово отчаяния Коль не минует нас беда Пообещайте мне Пообещайте мне любовь Хоть на мгновенье Хочу изведать эту боль Как откровенье Я за собой сожгу мосты, не зная жалости Я все прощу, но только ты Люби, пожалуйста, люби Люби, пожалуйста, люби Люби, пожалуйста, люби Пообещайте мне любовь Хоть на мгновенье Хочу изведать эту боль Как откровенье Я за собой сожгу мосты, не зная жалости Я все прощу, но только ты Люби, пожалуйста, люби Люби, пожалуйста, люби Люби, пожалуйста, люби 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 Улица моя Улица моя Лиственная Взгляды у людей Пристальные Стать бы нам чуть-чуть искреннее Нам не жить друг без друга Скорости вокруг бешеные Мы себя едва сдерживаем Значит, надо быть бережнее Нам не жить друг без друга Мы разлучаемся со сказками Прошу, стань сильней меня Стань ласковей Мы разлучаемся со сказками Прошу, стань сильней меня Стань ласковей Слышал я слова правильные Все искал пути правильные А твои слова памятные Нам не жить друг без друга Ленточка моя финишная Все пройдет И ты примешь меня Примешь ты меня Нынешнего Нам не жить друг без друга Мы разлучаемся со сказками Прошу, стань мудрей меня Прошу, стань мудрей меня Стань ласковей Стань ласковей Ленточка моя Не взять мне силы разлюбить И никогда уж не влюбляться Объятья наши разлепить Окаменевшими расстаться О, как вернуться не успеть О, как прощенья не увидеть То нестерпимое стерпеть Простить и не возненавидеть А Бог молчит за тяжкий грех За то, что в Боге усомнились Он наказал любовью всех Чтоб, ну, как верить Научились Я был блажен Я был жесток В своих желаниях Ревнивых Чтоб, хоть на родинку Еще Была ты менее красивей Но ты божественна была До иступления совершенно Надежду только опошла И вот Молюсь Самозабвенно А Бог молчит За тяжкий грех За то, что в Боге усомнились Он Наказал любовью всех Чтоб в муках верить Научились Раскоролевить Развенчать Разцеловать по полустанкам Разоблачить Раздеть Разъять Я Красоту Твою Пытался Пусть Крест Мой Вечный Тень Я Меня Преследует До Тления О О Дай мне Ночью Воронье Пусть Исклюет Мои Сомнения А Бог Молчит За тяжкий грех За то, что в Боге усомнились Он Он Наказал Любовь Все Что в муках верить Научились Он Наказал А Бог Молчит За тяжкий грех За то, что в Боге усомнились Он Он Наказал Любовью Тех Чтоб Ну Как Верить Научились З Без За то, что В violated Смех Без Исклюз Без Иисус Без 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok